всем привет кто смотрит это видео это быстрый гайд про апофеозис я постараюсь уложиться как можно короче и раскрыть все фишки этого мода и так апофеозиса есть несколько модулей приключенческий модуль добавляет несколько кристаллов кристаллы падают абсолютно со всех мобов и но некоторые из них вот этот вот эти допустим кристалла не падают с эндерменов вот все остальные падают ну что из кого угодно их также можно найти в башнях во всяких танжах любых сундуках и так далее эти кристаллы можно соединять друг с другом допустим если взять два вот таких потом взять редкие вот эти вот фиолетовые штучки и то можно этот кристалл вот на такой вот на таком столике соединить их вместе и получится такой вот perfect уже кем и так можно соединять любой сервис в итоге вот этот вот это максимально в чем смысл этих каждый из них дает различные стад допустим вот этот уменьшает физический урон получаемый на 27 процентов и 5 если его вставить в корр арму это получается на грудь вот у каждой брони у каждого инструмента есть пустые слоты и вот их можно ставить в эти слоты у этого камня написано зелененьким в какие слоты его можно вставить допустим в луке в нагруднике в арбалет и тяжелое оружие штаны в мечей и в трезубцы вот а ниже написаны эффекты что они будут давать если их так как раз засунуть вот этот камешек хорош допустим науки а если его поставить на оружие ближнего боя как внизу написано то он будет игнорирует 40 процентов юбилки дэмэдж то есть каким образом это можно понять 40 процентов шанс что не потратится прочность у предмет у меня здесь допустим зачарование есть которая игнорирует вот написано 5 нет до 5 стат желтым игнорирует 28 процентов ну то есть урона по прочности получается если я поставлю два таких камня в этот меч то он станет абсолютно не ломаем и так теперь вот этот столик в котором объединяются гемом вот в этом столике этот гем можно засунуть внутрь меня не часоружину допустим чулиан и вот у него то есть будет плюс 50 процентов урон от стрелы просто потом забираю идем дальше а есть вот такой столик целый день он нужен для того чтобы разбирать как раз вот такого синенькое оружие или вот такой вот или вот такое на соответствующие сериалы по сериал бывают разных видов то есть какой вид оружие те выпал на такой вид материалов ты разбираешь для того чтобы допустим вот такой гем сделать идеальный нужны либо эпические материалы либо легендарные материалы не ниже а вот для того чтобы сделать вот такой flawless джем можно использовать абсолютно любой материал начиная синего ну и так далее так теперь про зачарование из апофеозиса значит зачарование бывают двух типов это на потоку вот наковальне и на зачаровательном столик ну на чердейском столике вот это наковальне она как же 2 грейда вот вот это наковальня 1 грейда она максим может выразить себе рейер то есть редки то есть сто процентов нужно сделать вот такой вот столик усиленный ну и допустим берешь него какое-нибудь оружие например если у меня сейчас найдется да у меня есть вот 4 как раз легендарных перла и нужно еще пыль выпадает при разборе вот этих гемов то есть вот так вот сюда гем мне в принципе все равно мне это так много и вот я растворяя получают пылью не советую хранить гемы вот эти все в 10 из оккультизма потому что они очень странно начинают себя вести допустим вот у меня есть здесь пару гемов вот раз два три 4 5 чтобы здесь лиза возьму вот этот поп берется самый первый в списке то сейчас возьмется вот этот зеленый об вижу взяться зеленый поэтому никогда не храни вот эти кемов и системе из оккультизма делать под них отдельный сундук он принципе возьмет немного места и будет вся более удобная панелька для того чтобы видеть чувачок а так вот вот у меня кирка ну в принципе синий грейд хрень полная в принципе здесь сейчас у автора имеется проблема он на обоих сторонах и делает рандом зачарование поэтому после того как ты зачаришь допустим на это она еще раз рандом начарит потому что он забыл убрать клиентскую часть поэтому ты можешь даже не смотреть но на данный момент то есть 08 05 2024 ты можешь не смотреть даже на эти чары просто вслепую чарить пока тебе не повезет нормально и в принципе вот выпало сверху что сломанные блоки будут камни телепортироваться что на всех на все блоки будет иметься эффективность как как будто и на заре твой кирка лома хотят кирка делается из на заре твой ну ладно ладно спасибо очень полезно два сокета и игнор 36 процентов прочности на что в целом все равно вот 2 и 5 везения это неплохо плюс 4 дальность блоков хорошо 27 процентов скорость компания в принципе хорошая кирочка хорошая так вот зачарование после того как ты зачаровал предмет с обычного какого-нибудь там синего или вообще он без чаров был там цель с фиолетового то легендарного у тебя добавляется один слот то есть видишь тут был один слот empty сокет сейчас их два таким образом у тебя может быть не больше трех сокетов как ты можешь заметить вот на этом мече у меня тут только три пустых сокета этот сокет можно также увеличивать такой табличкой ее можно засунуть сюда и вот видишь здесь уже будет три пустых сокета этот табличка делается не сказал бы что супер дешево потому что здесь и спортивного нужно другого не дыхание и на зритовый слиток так вот чтобы добавить четвертый сокет тебе нужна вот такая табличка которая нужно зачаровать на столики зачарования уже с а по фиозица когда ты вот сюда засунешь на на обычном старике просто с нужными статами когда ты его засунишь ли за у тебя будет 3 вкладка инфьюжен тебе нужно именно на чтобы превратить в такой зачарован сокет и он уже тебе сможет добавить четвертый слот значит что значит вот эти вот штучки тебе нужно хотя бы 35 зелененькой полосы хотя бы 35 красной полосы и хотя бы 70 процентов фиолетовые но не больше 90 получается у меня здесь сейчас на данный момент видишь у меня 99 и 5 а мне нужно не больше 90 поэтому я сломаю просто две полки вот эти вот они дают по 7 и 5 процентов ой 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 так вот и теперь я могу зачаровать его на инфьюжн что я в принципе и делаю вот у меня теперь он все первые вот теперь насчет полок ну не знаю сейчас я возьму какой-нибудь какой-нибудь незачарованный предмет значит 80 процентов у меня сейчас 80 процентов на принципе можно так две поставить да и будет нормально да вообще нормально получается тот 90 даже 89 89 да а почему раньше не показывала что она 95 или сколько 99 было тот аллайл и соточка целый и соточка да в общем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 перламутровых полок нужно для того чтобы у тебя был full здесь full аркана full кванта ну и этерной не надо много всегда вот эти полочки очень легко крафтится вот так вот снова вот в этой полке у меня на сервере усложнен крафт сейчас на сервере это правда немножко людей потому что ночь уже никто не играется вся ночь успят но из этой полки вообще а если ничего не делается ну и ладно потому что обычно из нее там из башки дракона делась крутая полка на эту кучу терны так вот чисто вот эти полки крафтишь ставишь всей и вообще класс будет и не надо запариваться в принципе дешевый крафт вот это насчет зачарование а но я и забыл объяснить что значит вот эти полосочки ну а тут в принципе так написано русском просто три штучки их качаешь на фол и у тебя будут вот такие вот крутые зачарование но это не самое максимальное это не самые крутые я мне просто падают перчаривать дальше идет следующий модуль во профлезисе это модуль с зелиями значит вот у меня есть вот такая вот такой вот амулет на ночное зрение один из самых полезных то есть достаточно 3 зельки вот таких сделать очень легко на ночное зрение объединить их будет в такой амулет у такого амулета есть прочность его кстати можно зачаровать на столике на плюс прочность либо его можно зачаровать опять же на infusion как с той штучкой было и получится он не ломаем вот неразрушим для этого нужно весьма постараться так как нужно без этих полочек напить full атерну и к тому же нужно держать вот строка вот в этих значениях кванту и аркану и зубовых амулетов самых богов это сейчас вот flying а не лом красного цвета на делается просто из говна и палок по 6 вот этих штучек и жареный плод фруса волну то есть ну очень легко делается и вот его можно зачарить в принципе такие же требования почти как для ночного зрения и получается у тебя бесконечный навсегда полет ну насколько же это легко сделать по сравнению с другими видами полета сборки но это смешно становится потом из очень хороших еще здесь амулетов это амулет на поглощение вообще защиту регенерацию силу лучше делать через модуль вот вот этих зелек и варить их через котел с мода прикольно но даже не с этого полутом к это еще мод был можно вообще собру 5 сделать 6 регенерацию 5 это все легко можно сделать а вот поглощение вот это его тоже можно сделать сильно но но как вот это поглощение 4 она дается каждую секунду то есть и сняли погло от тебя ударили и у тебя на 20 и опять восстановилась это очень хороший зачем такой нужен тебе в принципе можно усомниться разве что в пв на каких-то начальных этапах можно его сделать просто не знаю как року потому что посмотри как как же он дешево делается но это бесплатно это просто бесплатно как он легко делается можно даже не делать его не ломаем просто вот сделать три таких три таких амулета зельки же не по три крафте сочетай просто 33 раза сделать такие зельки по три штуки и включать его на босс все вот весь мод на апофеотис дальше из того что здесь не осталось это какие лучше гему выбрать и на что на шлем лучше гем этого такой синенький на плюс урон холодом на броню лучше кем это на макс хп и на макс хп процент вот этот вот он дает нет подожди это не этот вот brawler gem он дается на броне короче на счетах он еще дает в процентах максимальная с дороги еще там какой-то кем был вот вот этот по моему да вот этот гем он дает еще в броне тоже максимальное хп и у тебя получится очень многого на стакость то есть представь о 4 таких на щит там максимальный левел у него по моему 20 а 30 30 процентов максимальная хп четыре раза на щит такой прикинь поставить потом на броню такой ставишь и все у тебя уже там 2000 хп будет ну сто процентов этой это просто сломанная сломанная вещь дальше вот такой вот такой гем его можно ставить неограниченном количестве на оружие то есть на нас так есть туда критов получается вот сюда в лучшем случае поставить три камня на оружие на крит один камень на крит шанс потому что единственный способ получить здесь крит шанс тут как бы своей системы с крит шансом крит уроном единственный способ получить крит шанс это значит это за . на вот на том столике вот видишь тут написано у него чуть выше чем вот эти вот плюс крит урон там плюс было бланки ниже зачарований у него там написано вот плюс 325 урона холода плюс 23 крит шанс плюс 24 крит урон еще и лайв силы твердость брони короче это кадрол и вот это единственное два способа получить крит шанс поэтому обязательно обязательно ставь шанс крит шанс один на оружие и роль его это самый главный статус потому что его больше никак не добыть а ты только можешь один кстати поставить вот этот камешек на крит шанс почему вообще важно сюда еще зарулись урон холодом потому что каждая твоя тычка с этого оружия если на ней есть урон холодом будет считаться дополнительно как мультивыстрел в варфрейме допустим вот я бью рукой у меня видишь одна циферка урона вылетает я типа один раз таковал вот видишь я бью мечом у меня две циферки урона то есть обычный урон и ледяной урон еще круче будет здесь еще выбить огненный урон вместо лайфстила то есть чтобы был еще и огненный урон то есть у тебя за одну атаку будет сразу он обычный урон холодом урон огнем то есть x3 сразу так это очень круто поэтому советую выбивайся урон холодом урон огнем так еще и здесь шлем очень жестко бусит я кстати не проверял можно их несколько поставить ваш шлем урон холодом вообще не зависим еще один раньше нет него нет ну и так же под конец скажу что не забудьте поставить тот шанс значит и еще где-то был дает шанс моим на ботинки час на вот на ботинке 15 процентов дольше и тут 10 процентов то получается 25 процентов шансов поления их нельзя ставить нет несколько вроде как ну и так же вот этот камешек если речь идет про луки обязательно ставь его на луке потому что увеличивать скорость скорость стрелы вот я в шлем на в шлем его поставить потому что у луков у стрелялок всяких у них урон скелется от от скорости стрелы ну и для фарма лучший гем это вот вот этот кем вот он дает плюс 2 к уровню всех зачарований то есть допустим тебя будет меч ну максимум может там добычу 9 мусорчик 5 вроде 4 ты короче вставляешь это full вот эти все тем как и вся получается там просто развал развала жопы по уровню вот этой добычу то есть чисто меч на добычу